Сборная Казахстана по футболу снова не радует болельщиков. На этот раз мы проиграли команде Дании со счетом 3-1. При этом вновь наши игроки отличились грубостью к соперникам. А вот проявить мастерство в украшении мяча так и не смогли. Алматинские трибуны явно соскучились по большому футболу. На центральном стадионе мячу негде было упасть. И каждое удачное действие наших игроков сопровождалось одобрительными криками. Первую половину игры казахстанцы провели на достойном уровне. Они не давали отдыха датским защитникам и постоянно терзали оборону соперника. При этом гости выглядели какими-то сонными и не особо стремились открыть счет. На 30-й минуте игры Йоргенсен при полном попустительстве наших защитников открыл счет и сделал первую пробоину в нашем футбольном корабле. К сожалению, следующую сделал арбитр матча Владислав Безбородов. Капитан казахстанцев Боржан Исламхан сыграл грубо, но нарушение явно не тянуло на удаление. Во втором тайме наша игра окончательно развалилась и датчане забили еще два мяча. Однако, к чести наших футболистов, гол престижа мы все же оформили. Главный тренер казахстанской сборной Александр Бородюк основную причину поражения увидел в плохом судействе и после матча выразил свое мнение о Владиславе Безбородове. Первой красной карточке элементарная борьба. Не знаю, как трактуется сейчас это все. Мне хотелось бы, чтобы господин Безбородов зашел в раздевалку и посмотрел ребятам в глаза. К слову, Александр Генрихович не стал ругать и журить своих игроков за поражение. А напротив, похвалили их за самоотдачу. А вот датчан он явно не взлюбил. Я поблагодарил ребят. Они показали себя с достойной стороны. Что касается сборной Дании, то я видел других викингов. А здесь они сегодня плакали. А вот наставник датской сборной Йоги Харейды высказался, что его подопечные могли забить намного больше. Признаюсь, я был не очень доволен своими подопечными. Мы могли забивать намного больше, но в любом случае я рад, что нам удалось победить. Таким образом, сборная Казахстана потерпела четвертое поражение в отборочном турнире на чемпионате мира. При этом после шести игр наши футболисты заработали два очка и остаются на последнем месте своей группы. Нель Бузунов, Алмать Тимиртас, Никита Цой, Новости Ревью.